Почему мужчина не пишет и не звонит? Стоит ли мне позвонить ему первой? Не уронит ли это мое женское достоинство? Это те вопросы, которые я очень часто слышу от женщин, когда вот в каком-то начальном периоде отношений вдруг мужчина выходит из контакта, он куда-то пропадает. В такой ситуации у женщин очень много тревоги, потому что непонятно, почему это произошло, очень много какой-то неясности, недосказанности. И это, конечно, очень болезненно бьет по самооценке женщины, потому что тут мы как бы касаемся вот этой вот травмы и отвержения. То есть вот взял меня и бросил, перестал со мной общаться. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям. И сегодня давайте разберемся с тем, почему мужчина может исчезать вот так вот из отношений, из общения, что в такой ситуации делать и, собственно, какова механика вот этого вот мужского исчезания. Это важно понимать, чтобы, опять же, не брать на себя слишком много вины за то, что происходит с другим человеком. Если вам эта тема интересна, обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои другие очень интересные видео, ну, вы знаете, и мы начинаем. И первая ситуация, когда мужчина резко исчез, вдруг, внезапно, казалось бы, это ситуация такой, знаете, студенческий стандарт, когда мужчина после первого секса взял куда-то, вот исчез, больше не отвечает, не звонит. Как здесь бывает? Предположим, женщина познакомилась с мужчиной, пускай на сайте знакомства, то есть там была какая-то переписка или где-то в интернете, и вот они переписывались, созванивались какое-то время, там они несколько раз встретились, вот был секс, и мужчина больше вне контакта, он куда-то делся, не отвечает, не звонит. И в такой ситуации, ну, конечно, на поверхности, то, что он вас, ну, как бы, использовал, то есть ему не нужно было от вас ничего, кроме секса, а то, что вы ожидаете, что должно быть какое-то дальнейшее общение, означает, что, вероятно, он вам рассказывал, что да нет, после секса мы будем дальше с тобой общаться, потом будет другой секс, и будет потом совместная жизнь. А на самом деле тут была, как бы, такая коротенькая задача. В этой ситуации женщине очень важно понять, где она обманулась, поскольку, ну, просто так другой человек нас обмануть не может. Вероятно, что-то мы хотели такое видеть в этих отношениях, в этом человеке, чего в нем не было. И мы, как бы, сами на человека это проецируем. Очень важно с этим разобраться, чтобы, ну, в дальнейшем не допускать такие ошибки. Вторая причина, почему мужчина после первого секса исчезает, женщины об этом вообще никогда не думают, и вообще не знают этой ситуации, если мужчина как-то обранился об свое сексуальное мастерство. То есть бывает так, что первый секс, это всегда вопрос очень, знаете, высокого такого уровня напряжения, потому что другой человек неизведан, то есть мужчина эту женщину не знает, сексуальные предпочтения еще все неясные, непонятные, и, предположим, он там перенервничал, или там устал, или еще по какой-то причине что-то там произошло у него не так, как он считал, что должно произойти, а он хотел, чтобы он был на высоте, а оказался не на высоте. И в такой ситуации потом он находится в таком состоянии, так скатывается в стыд, что он просто не хочет с этой женщиной даже встречаться в глаза и смотреть, вообще слышать ее голос. Бывает так, что мужчина по этой причине исчезает. Или по какой-то другой причине, когда, скажем, мужчина что-то такое почувствовал в этих вот отношениях, что-то около секса такое вот ему что-то напомнило, что его вспугнуло, и в такой ситуации мужчина исчезает. Конечно же, мужчина, который исчез, вообще человек, который исчез, он уже не расскажет о том, что там с ним происходит и почему он исчез. И, к сожалению, часто женщин это как бы травмируют из-за того, что ну вот он куда-то делся, а что здесь произошло, неизвестно. Вы просто понимаете, что не всегда мужчина вас как бы вот обманул, иногда бывает так, что это вообще какие-то тараканы в голове мужчины. Вторая ситуация, когда мужчина не звонит и не пишет, а потом он вдруг начинает там как-то написывать, потом перестает, вот такой вот какой-то непонятный манипулятор, это когда мужчина по каким-то причинам считает, что нужно играть в хорошего и злого полицейского в одном лице. То есть это может быть какой-то парень, который там начитался про пикап вот этих вот, что нужно там подогревать девушку, потом как бы лишать ее себя, потом опять одаривать ее собой. Или это человек, который манипулирует так, потому что ну это его такая форма поведения, там чуть ли не с детства. Что здесь нужно понимать? Вот это вот форма поведения, когда я то хочу к тебе, то не хочу к тебе, она природно более свойственна вообще женщинам. Вот этот весь флирт, вот это вот женщины больше сомневаются, ну это факт просто, это основа нейрофизиологии. Потом опять же, эволюционно женщина находится в такой двоякой позиции, что с одной стороны женщина может хотеть мужчину, и она хочет идти к нему, с другой стороны на женщине лежит роль того, кто оттормаживает отношения. То есть у мужчины как бы позиция более такая простая, мужчина хочет женщину, но он к ней движется. Еще и все общество как бы предполагает, что мужчина должен быть таким вот самцом альфа таким вот, который всегда идет женщине. Женщина должна одновременно и идти на поводу своих желаний, и при этом как бы соблюдать какие-то социальные там и вообще разумные рамки. Поэтому если вы сталкиваетесь с мужчиной, который вот так себя ведет, то есть то он появляется, а то исчезает, то это либо какой-то манипулятор, пикапер, либо это какой-то вот человек с какими-то там избегающими расстройствами, или вообще непонятно, какими-то своими внутренними тараканами в своей голове. Или может это быть вообще какой-то мужчина с такими скрытыми, гомосексуальными какими-то вот там чертами, возможно, поведенческими. То есть он может быть и не гомосексуал, но просто есть у него что-то такое, что он то я хочу у тебя, то сама за мной гоняйся там. И в общем в такой ситуации задаете вопрос мужчине, почему ты пропал, почему ты появляешься, в чем дело. Если вы на один вопрос не получаете такого ответа, который вы можете как-то, в который вы можете поверить, который вообще складывается с вашей какой-то картиной мира, все, до свидания. Это значит твоя история, я с этим вообще никак не должна быть связана. Третья ситуация, когда мужчина внезапно перестает звонить и писать, это ситуация, когда мужчина не внезапно перестает звонить и писать. Дело в том, что часто бывает так, что мы сами себя обманываем, натягивая на то, что вот есть на самом деле, то, что мы хотим видеть. Например, женщину постфактум, когда расспрашиваешь, оказывается, что сначала мы встречались, созванивались и переписывались, потом по каким-то причинам, там, коронавирус, не знаю, какая-то там, далеко ехать, мы просто уже меньше встречаемся или вообще не встречаемся, только созваниваемся и переписываемся. Потом и звонки пропадают, потом переписка становится реже, потом эта переписка становится формальной, когда женщина ее пересматривает, уже понимая постфактум. Но женщина постоянно, потому что так хотелось, чтобы вот все было хорошо, она в какие-то ничего не значащие сообщения мужчины вкладывала что-то вот такое теплое. И когда он в какой-то момент просто вот перестал писать и звонить, она чувствует, что вдруг вот у меня было все, а теперь не осталось ничего. Поэтому очень важно понимать, в каком месте отношений вы сейчас находитесь, что между вами происходит, это очень важно прояснять и не находиться в иллюзиях. Бывают такие ситуации, когда женщина считает, что мужчина должен писать первый, а я писать первое вообще не должна. Ну, есть такие еще женщины с таким жестким воспитанием, с какими-то жесткими убеждениями, что если я проявляю инициативу, то я, значит, какая-то там падшая женщина, значит, я могу только принимать внимание мужчины. И предположим, она, естественно, что такая женщина, она может в принципе начать отношения только с мужчинами, которые проявляют инициативу. Она же сама, у нее же табуировано проявлять любую инициативу. И вот мужчина, скажем, проявляет какую-то активность, сам звонит, и вдруг в какой-то момент он почему-то перестает писать или звонить. И женщина, ограниченная своими вот этими убеждениями, не может никак инициировать ну вот это вот общение. Ведь на самом деле здесь что происходит? Это же типичный невротический конфликт. Я хочу с ним сейчас поговорить, я хочу, чтобы он связался, но у меня есть убеждение, интроект из прошлого, из детства, какое-то моральное давление, что я не должна этого делать. То есть я это хочу, но я не должна. Понимаете? И вот в этом месте, если женщина не может себя ну как бы преодолеть, то в такой ситуации она из-за этого невроза теряет общение с этим мужчиной. Почему мужчина может не писать? Ну, может быть, была какая-то недосказанность, может он на что-то вот, его что-то задело, вы чем-то его ранили, и сами вы об этом не знаете. Вы бы легко эти вещи смогли бы проговорить. Бывает так, что мужчина, в принципе, когда видит, что женщина не проявляет инициативу первая, в какой-то момент перестает проявлять инициативу, так сказать, чтобы прощупать эту всю ситуацию. А позже ему кажется, что ну раз вот она не пишет, а я вот как бы не пишу, а она по этому поводу ничего не говорит, то может я ей не нужен. И бывает так, что мужчина на самом деле имеет какие-то проблемы с самооценкой, ему кажется, что ну что же-то, если я только ей пишу, и она мне отвечает, а когда я не пишу, что она не пишет, то возможно я какой-то ну не очень ценный, не очень важный. И в таком случае, как правило, знаете, когда мы оказываемся в отношениях с кем-то, кто занижает нашу самооценку, пускай косвенно, как в этой ситуации мужчина с женщиной, которая косвенно занижает его самооценку, то с таким человеком мы стараемся меньше времени вообще думать о нем и общаться с ним. То есть мужчина таким образом как бы выталкивается такой женщиной из отношений. Пятая ситуация, когда мужчина, ну не то, что там пропадает из контакта, а меньше пишет, меньше звонит, это вообще такая ситуация эволюционная для отношений. То есть часто бывает, что вначале мы идем куда-то в слияние и очень много общаемся, очень много переписываемся, а потом, ну как бы насытившись друг другом, чуть-чуть откатываемся, чтобы уйти вот так вот в таком, знаете, с крейсерской скоростью на крейсерском расстоянии. То есть мужчина, так как ему нормально по его складу общительности, пишет вам и звонит меньше, чем вам бы хотелось. В такой ситуации первое, что нужно сделать, это сказать об этом мужчине, сказать, что вам нужно больше вот этого вот общения. Если он может дать вам больше общения, то дело закрыто, все хорошо. Если не может дать вам больше общения, ну понятно, что нужно ему это объяснить, услышать, почему он не может этого дать. Но если вот он не может вам дать больше общения, вам нужно задать себе вопрос. Я смогу с этим как-то справиться или мне это вообще неприемлемо? Если вы понимаете, ну по какой-то причине, что для вас это просто критически неприемлемо, То есть вот если он так мало со мной общается, значит мне слишком больно, тогда предполагается, что должна быть как-то подниматься вопрос о разрыве отношений, потому что вы же не получаете то, чего хотите, мужчина вам не собирается этого давать. Если же вы понимаете, что да, этот мужчина, с которым я хочу находиться в отношениях, я понимаю, что он меньше может со мной теперь общаться, он не может мне теперь названивать с работы, как это было раньше, он звонит только вечером, он не может мне писать так много, как это было раньше, то в такой ситуации, чем я могу восполнить вот эту потребность в общении, в которой меня как бы сейчас урезали? Первое, что можно сделать, это изменить качество вашего общения с мужчиной, то есть понимаете, очень часто происходит так, что после вот такого общения, которое, знаете, когда мы говорим, так сказать, о птичках, о погоде, о чем-то вот просто таком неважном, вот этого общения должно быть много, потому что ты думаешь так, ну человек мне показывает свою любовь временем, он мне уделил много времени, а позже, когда мы узнаем друг друга, мы можем вот это вот большое количество времени заменить на какие-то такие искренние, очень важные слова. То есть когда мужчина говорит вам что-то такое, что вы воспринимаете особым образом, потому что вы-то уже тоже его знаете, то есть, ну знаете, вот бывает, женщина понимает, что мужчине сложно было сказать, что он ее любит, или мужчине было сложно сказать о том, что он чувствует по отношению к ней, потому что она его так уже немножко знает, и вот он ей это говорит, и в этот момент она понимает, что она получает вот это вот подтверждение своей значимости, ей не нужно много времени, ей вот хватает этих вот очень тяжелых, таких вот ценных слов. Ну и следующий оставшийся вариант, это если мужчина не может вам давать столько, сколько вам нужно таких разговоров и общения, вы не хотите с ним расставаться и вам нужно как-то пополнить вот эту нереализованную потребность в общении, здесь можно искать какие-то сторонние общения, расширять круг общения, круг интересов, то есть каким-то образом иначе это все восполнять. Тут важно, чтобы это было ваше решение, потому что часто бывает так, что мужчина женщине не пишет, не звонит и женщина находится в такой реактивной позиции, то есть я реагирую, он этого не делает, а я значит вот жертва, я ничего не делаю. Позиция должна быть активная, потому что если ты понимаешь, что вот ситуация изменилась, значит я тогда меняю свое поведение. Напишите, как вы думаете, почему мужчина может перестать звонить или писать женщине? Мне кажется, кажется, что когда мужчина любит женщину, то он будет стараться с ней быть на связи, потому что это же очень важно, это же в этом же смысл любви, в этом самое приятное, что из любви. Ну а возможно у вас есть какие-то другие мнения, суждения, какие-то случаи из опыта, все будет очень интересно, если вы напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, я уже говорил, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.